Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И говорит, все, забирай Пить не будет Я так удивилась Думаю, неужели это все? Кодировки никакие не помогают Тут какая-то веревочка и поможет Говорит, не беспокойся, не будет пить Ну мы с ним поехали домой Вот Около нашего дома стоит супермаркет В котором обычно ходил покупать себе водку Или вино Говорю, пойдем зайдем Дала ему денег Говорю, поди купи, что хочешь Подвела к бутылке, да? Нет, не подводила. Ну, ну, ну. Нет. Вот. Ну, хотела посмотреть, что он купит на эти деньги. Ну, вот он ушел такой, я его жду и стою. Думаю, ну, 10 минут нет, там, 15 нет. Думаю, ну все, уже не вернется. Смотрю, идет. С тремя бутылками вина. Думаю, ну все. Бабка его не вылечила точно. Идем домой с ним. Он такой идет всю дорогу и кладет. Приходим домой. Он ходит с этими бутылками, не знает, куда их поставить. Поставит то на стол, так присматривается, блин, как шизофреник. То и на буфет. Потом, короче, все-таки их запихал в сервант и закрыл под стекло. И все ходит, смотрит. И называет бутылки именами как бы женщин. И вот с этого дня у нас все понеслось. У него уже 500 бутылок коллекция. Я уже не знаю, я хожу, запинаюсь, уже не знаю. То есть он покупает и не пьет, да? Он не пьет, он их просто коллекционирует. Да пускай хоть горшки коллекционирует. Да потому что он даже уже на нас, там с ребенком никакого внимания не обращает. Ваш муж Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуй, Дима. Здравствуйте, Илья. Да, с наступающим вас. Здравствуйте, а позвольте я угадаю, у вас есть дома бар? Бар? Да. Нету? Вот, у вас нету дома бар, а у меня 500 бутылок. И все разные. Я вам так скажу, что у меня в доме не поместится даже 200 бутылок. У меня еще маленькая квартира. А у меня 500. Присядьте, чтобы не проигрывать на моем фоне. Илья, а зачем вам 500 бутылок? Помимо того, что это просто захламляет квартиру, это еще и траты колоссальные. Понимаете, я коллекционер. Здравствуй, дорогая Лозангская долина 55-го года. Как дела? Ну вот вы видели, как меня называют. Меня уже полгода даже и по имени не называют. Косточка моя виноградная. Все время по названию какого-то вина. Чем ты недовольна? Я не пью. Лучше бы ты пил. А чем лучше-то, а? Да чем. То, что он вообще никакого внимания на меня не обращает. А при чем здесь коллекционирование и любимая женщина? Почему его не обращать здесь? Вот именно, я коллекционер, понимаешь? Это мои любимые бутылки, это коллекция уникальная, понимаешь? Да. Я как генерал в этой коллекции. Ты как... Пятьсот бутылок. Ты как Евну в бане. Пятьсот бутылок, это уже полковник. Это уже полковник, да все могу делать. Это все удержится на твоей ниточке, блин. Да на какой ниточке? Да, да, да. Да ты ничего не можешь. На ниточке, это я сам решил, не пью. А вот это вот... Я знаю, что это держит твоя ниточка, которую бабушка пью. Нет, это мое решение. Я знаю, что держит только она. Ничего подобного, хочешь я сниму? Не надо. О, и что? И все, и ничего не случилось? И что, ты пить не хочешь? Ты что, пить не хочешь? Вообще не хочу пить. Я не верю. Я не хочу пить, я хочу собирать уникальный вин. Это элитарное. Может быть обратимся к нашему... Неплохое вино, Свет? Да, вкусное. Букет. Ну не хочешь ты вино. Неужели от пива откажешься? Ну представь, ну представь, жара, солнышко. Ты лежишь на пляже, загораешь. Вокруг тебя женщины в купальниках. Шопен ходит. А ты, ты лежишь с воблой. С холодным пивком. Ну неужели же это не кайф? Неужели от этого можно отказаться? Кто-то лежит с девушкой, ты как дурак с воблой. Ага. Пиво? Пиво. Коллекционное. Светик. Нормально? Ага. Пива я точно не буду. Буквально пол-литра. Ага. Ага. Хорошо, наш герой и от пивка откажется. Если он коллекционер... Коллекционер. Коллекционная. Коллекционная. Я думаю, что... Пьешь. Да. Ни хрена себе. Опять лопать начал. Ну куда? И водку, что ли? А ну еще. Он аж захрюкал, бедный. Вот тебе и все амулетики. Ну, что еще по одной. Супер. Хотелось бы, так сказать, к финалу двигаться. Ну что еще? По одной. Я понимаю, что на улице холодно и вам просто негде. Еще по одной. Да. И тогда будем уже говорить о деле. Возможно, ты как-то изменишь свое мнение. Ведь цель-то наша какая? Заключить с тобой сделку. Я думаю, наши дела сейчас пойдут более уверенно. И мы продвинемся. Нет, коллекция не продается. Еще по пятьдесят. Да продавай-то уже ему эту коллекцию. Не продам. Там все равно чай. Какой чай? Как чай? Какой? Целонский. Подожди, как чай? Ну, понимаешь, так получилось. Я думаю, что ты вот эти все бутылочки собираешь, а потом когда-нибудь сорвешься и начнешь пить. Их же много. Будешь долго пить. И что? Ну, я вот захотела, чтобы у тебя поменьше там... Ну, не одну, почти все. Там чай. Мы с подружкой. Ты выпила всю мою коллекцию? Мы каждый день пили. Цу пили? Как чай? Гребан, ничего я покупать не буду. Как чай? Сейчас от тебя... Ничего тебе... Сейчас послал, что у нас... Ничего тебе... Что ты делаешь? Что ты бросил-то, а? Слышь? Ничего я покупать не буду. Примите там уже на грудь. Ничего я покупать не буду. А че? А сейчас, значит, один из охранников будет вас держать, а другой будет вливать. В меня вливать? А может быть, Дмитрий, мы поступим так, может быть, желающие из... Нет, это не в этом программе, не надо. По 10 секунд мы подводим итоги. Я считаю, этот человек действительно споил не одного человека. Вот. И я ему его не приветствую. Но вы поймите мою тактику. Не уступает коллекцию. Скажите, а вы не попробовали как-то обменяться с ним? Обменяться? Да, обменяться бутылками. Вы знаете, я хочу сказать о нем, как о человеке достаточно упертом. Ну... Вы думаете, у меня не было с ним диалогов на тему, чтобы мы обменялись? Предложили бы ему деньги. А я ему предлагал и большие деньги. Мне кажется, этой компании надо обратиться к хорошему психиатру. Мне кажется, что страсть коллекционирует не самая плохая страсть. Мне кажется, что не все средства хороши. Тем не менее, я благодарю вас за то, что вы доставили нам несколько забавных минут с наступающим вас и процветанием вашей коллекции. Взаимно спасибо. Спасибо большое, да. Простите меня. Всего доброго. Смотрите. Спасибо.